Вопрос как раз новодельщий, и это изначально был. Смотрите, по-моему, здесь мы видим два разных немножко примера, да? Потому что в первом случае мы видим НКО, во втором случае мы явно видим бренд. Там есть мастер-карт и есть, соответственно, банк. И в том числе сейчас есть тренд, который мы видим вообще для брендов. Социальная реклама – это как бы новая площадка подружения себя. Можно ли утверждать, что, соответственно, нужно отделять социальную рекламу, которую мы знаем и которая подвигает интересы каких-то проблем, да? И второй вариант – социальная реклама, которая отчасти коммерческая, в которой закладывается огромный бюджет, да? Не длинный бюджет, не медленный бюджет, но при этом есть бюджет. Вот. Как мы даже… Это хороший вопрос с таким… Ответ на него может быть такой длинной монографией даже. Ну, по крайней мере, мы когда-то в 2004 году делали как раз в попытке найти вот какое-то гармоничное решение вот между деньгами и социальными вот организациями, мы проводили конкурс. Вот сейчас Людмила была, по-моему, на 2004-2005 году. Вот. Мы проводили конкурс, он назывался конкурс социально-маркетинговых компаний, индекс бренда. И мы думали, что вот тогда уже самое время вот выводить индексы коммерческих брендов в соответствии с их социальным вкладом. Тем, что вот через 10 лет стало называться «Импакт» и так далее. Вот такие вот «сообщен импакт» и прочие красивые слова появились в России. Вот. Но если вот… То есть это давняя история и вообще вот ответ на этот вопрос. Второй исторический момент интересный, что где-то с 2008 по 2011 год была создана даже коалиция некоммерческих организаций по развитию социальной рекламы, туда входили и агентства социальной информации и многие-многие другие организации с попыткой чуть-чуть, ну, как бы, повлиять вместе. Да, и туда же это поддерживалось Министерством экономического развития и была идея такая, найти решение, как сделать так, чтобы некоммерческие организации могли пользоваться и развивать инструмент социальной рекламы. Ключевым решением, которое было вот разработано и в 2011 году в России были в… прошли вот эти все там трехступенчатые там эти голосования выборов, там, это не выборы, в Госдуме утвердены были новые поправки в законы, включая поправки в налоговый кодекс, связанные с тем, что социальная реклама некоммерческих организаций могла учитывать, ну, там, с налоговым кодексом, что ее размещение коммерческими, например, медиа-носителями не считалось налогооблагаемым, потому что ранее любая реклама, хоть она будет суперсоциальная, она все равно должна была после показа, нужно было платить налоги. Все это началось почему в восьмом году? Потому что в восьмом году Первый канал выпустил огромную целую программу социальной рекламы, связанной там и… уже я не помню, с чем она была связана. По-моему, был совместный проект с Русской Православной Церковью, Первый канал много показал там рекламы о здоровом образе жизни и так далее. И потом, собственно, вдруг оказалось, что он должен очень много денег заплатить налогов, потому что услуга была оказана. Рекламная услуга. Потому что социальная реклама или социальная в законе еще не было никаких там категорий развлечений. То есть был блог про социальную рекламу, но очень коротенький. И вот с упор как бы там пошла-пошла-пошла волна, и в единственном году были приняты поправки. Поправки касались, например, вот если вот в части вот вашего вопроса, следующая история. Если вы сейчас откроете современный текст закона рекламы и посмотрите, что там подразумевается под социальной рекламой, и как она может размещаться, достаточно уже больше об этом написано. И там важный момент, что социальная реклама остается социальной рекламой, даже если в ней размещены и указаны коммерческие бренды с пояснением, что это спонсор информационной социальной компании. Плюс там даже настройка это все конкретно, что там указано и, по-моему, 7% от площади, и не больше должно 5% от площади этой рекламы. Ну, сеть, по-моему, от производства, мы опять разумеем. И на нем, на этом макете, условно, должно, в пределах 5% может размещаться логотип коммерческого бренда. И, по-моему, 7% от видеоролика то же самое. То есть там есть 30-секундный ролик, 7% от видео и вот 5% от принта. И это как раз одно из ключевых было достижений, что наконец-таки стало возможным объединение финансов коммерческих компаний и некоммерческой организации, которая предоставляет людям решение, если для них вот открылась какая-то общая идея, общая мысль, они солидарны в этом решении социальной проблемы. И это здорово, что кто-то готов, собственно, это солидарное решение предоставить людям. Ведь ключевое в социальной рекламе это предоставить людям решение социальной проблемы, знания или отношения или поведения, которые решают социальную проблему. И чтобы и у некоммерческой организации никогда не будет естественной, вот как в случае, о чем Наталья говорила, как и в любой другой стране, реальных конкурентных возможностей на одних условиях идти с коммерческими компаниями. Вот такой вот формат, который у нас уже в российском законодательстве с 2011 года действует, он позволяет это сделать. И это если мы прямо с точки зрения закона смотрим на это, а если с точки зрения просто рационального действия, то наоборот более чем логично, если некоммерческая организация, обладающая неким решением социальных проблем, дает возможность сотрудникам или технологическим каким-то уже сейчас компаниям и так далее включаться в это и усиливать это решение. Это не меняет вообще ни на сколько, ни меняет именно вот этой вот социальной задачи, социальной миссии, социальной ответственности некоммерческой организации. Потому что тут же вопрос в том, что если для коммерческой компании, которая просто декларирует социальное сообщение какое-то, ну там, не знаю, будущее зависит от тебя, я уже не помню, много социальных деклараций от коммерческих компаний тоже всегда идет, потому что они пытаются, ну, там, условно, вместе со своими потребителями найти какие-то общие, просто, типа, на уровне ценностей, там, мы, мы молодцы, вы молодцы, давайте, вот, вы как молодцы будете приобретать товар, а нас как молодцы. То есть, на каком таком уровне. Но при этом, если вдруг эта ценность действительно обладает решением, то есть не просто декларация, а конкретное совместное действие, то тогда это может выходить уже вот в такие истории, как вот еще в том четвертом году, когда мы только это начинали изучать, этот рынок вот таких социально-маркетовых компаний, как та же компания Avon, которая на четвертом году победила в нашем конкурсе, когда она, по сути, предлагает всем пользователям продукции Avon, если они солидарны вместе с компанией Avon в том, что актуальна социальная программа профилактика рака груди, приобретать определенные типы товаров из каталога, в которых большая часть средств направляется на эту программу. И интересно, что вот в то еще далекое время, по-моему, в России около, я сейчас, может быть, ошибусь цифрами, но, по-моему, около 5 миллионов долларов собирали. Таким образом, сами люди, приобретая осознанно эти социальные товары, и эта программа на этом только бюджете компания Avon предоставляла логистику, а деньги давали люди на то, чтобы эта программа работала на территории России. Поэтому здесь вот очень такая, ну, правильный вопрос и очень широкий как раз спектр развития социальных коммуникаций вместе с теми компаниями, которые тоже, как и некоммерческие организации, хотят жить в стабильном, социальном, таком, живом и развитом обществе. Вот. Ладно. А сейчас? На самом деле вопрос был о том, что я хотела обозначить как второй тренд, который мы можем сейчас наблюдать в современном рынке социальной рекламы, в общем мировом. Это как раз сращивание социальной и коммерческой рекламы. Если вот мы посмотрим на гран-приф категории коммерческой рекламы, то на самом деле вполне мог бы получить гран-приф в социальной рекламе, потому что, собственно, то, что было показано в этом ролике, это была реклама компании Pedigree, но в этом ролике основным показателем эффективности этой компании был показатель того, что люди стали чаще брать собак из приюта, да, тоже известная компания, вообще мировая, на многих фестивалях рекламы она в этом году победила. И даже интересно, что на пресс-конференции эти ролики перепутали, то есть нам показали гран-при, именно Pedigree как победителя категории социальной рекламы, потому что действительно сложно это назвать рекламой коммерческой. То есть действительно общий мировой тренд. И очень многие работы, которые получили золото, серебро, бронзу, они тоже вот такие пограничные. И в целом, вот даже Владимир будет сегодня рассказывать еще немножко позже о конкурсе социальной рекламы, который в России планируем запускать. И название этого конкурса будет наверняка что-то про рекламу будущего. Типа реклама будущего или что-то, как реклама, которая в любом случае будет социальной рекламой. Но это старая история, на самом деле. Это еще и, по-моему, еще Тема Лебедев там где-то в нулевые, в самые там, в 99-м, в 2000-м году, или там в 2002-м, мы общались, говорил о том, что вот, а по идее, почему бы нет? Почему бы вообще вся реклама не стала бы социальной рекламой, если все бренды станут социальными брендами и так далее. То есть такое возможно. И это такая чуть-чуть другая история, но у нас есть два сюжета как раз вот в развитии вот этого тренда, мы их сейчас чуть-чуть позже как бы третьим блогом покажем, но в принципе, да, вот такое вот сращивание идет. И я знаю, что часть, например, экспертов даже в России в области социальной рекламы говорят, это плохо. Это какая-то мимикрия. Это бренды коммерческие пытаются обмануть потребителя. И все равно им продать этот свой товар, а то люди будут думать, что это социально и полезно и так далее. И тут как раз очень важна роль некоммерческой организации. Вот это вот такой вот важный момент. То есть если просто бренд, коммерческий бренд, входит по сути на рынок социального проектирования и делает в том числе социальные коммуникации вокруг своего социального проекта без участия некоммерческой организации, он никакой ответственности не несет. И мало того, у него в миссии и нет никакого решения социальной проблемы, и мало того, в его условно-совете директоров, акционеры, владельцы и так далее, их интерес исключительно получения прибыли на, собственно, вложенные как инвесторов или владельцев компании средства. А если появляется в партнерах не коммерческая организация, а у нее цели принципиально другие. Если и она будет контролировать, держать и нести ответственность, в том числе за этот коммерческий бренд, если вот он начнет условно перетягивать идеалы на себя. И тут у меня такой любимый в этом смысле пример, если вот в магазинах найдете сейчас, ну, по крайней мере, раньше ее много было, водка Байкал, ты там вот берешь так это, переворачиваешь стеклеткой, там написано что-то типа, выпивая бутылку водки Байкал, ты помогаешь Байкалу. Вот процесс помощи не описан, вот, но вот это вот как раз вот та классика такого вот просто, вот если люди хотят помочь Байкалу, мы скажем, да, мы поможем Байкалу, лишь бы пили наш продукт этот и так далее. Но если там появляется бренд уже не коммерческой организации, которая берет на себя ответственность за это заявление, что да, эти люди действительно 10% из каждой там, не знаю, отдадут нам, и то не факт, что это, в общем-то, так это социальным окажется и так далее, потому что там надо взвешивать, собственно, добро и зло, там, вред и пользы и так далее. Но, по крайней мере, в любом случае, вот если, ну, вот мне кажется, это важно, это такая новый вызов и новые роли, новые функции некоммерческой организации. Быть таким гарантом социальных, реализации социальных программ бизнеса. Потому что бизнес, в любом случае, выгодна стабильность. И, значит, он, вот, ну, если он больше, чем на год ориентирован, он, по сути, особенно если он локально как-то зависит от территории, ему важно, чтобы здесь меньше было социальных проблем. А кто решает социальные проблемы? Некоммерческая организация. И вот эта вот связка, она как раз и может обеспечивать стабильность и бизнесу, и некоммерческой организации. Очень хочется уточнить вот этот момент, когда доля именно продукции, доля продаж какого-то продукта идет на благотворительность, вот в связи с этими новыми поправками, есть там существенное снижение налогообложения на эту долю? Нет, это вот, я думаю, нет и не будет. А в мире-то есть? В мире есть у нас, не будет. Мы должны же тоже как-то собственную позицию в мире отражать. Вот, поэтому вот снижение налогов, бизнеса в случае участия в социальных программах нет и не будет. Даже на эту часть? Нет. Это вот, я думаю, что вот точно это не тема какого-то такого преклонного разговора. Даже поднимать даже. Теоретически можно рассуждать там вот как-то в рамках каких-то как-то футуризма такого вот и так далее. Но сейчас вот это точно ни в какой повестке не стоит. вот это подтверждают и эксперты Министерства экономического развития уже много лет, объясняя, почему это не стоит не предстоять в повестке и так далее. вот поэтому вот, ну и в какой-то степени вот на данный момент это и слава богу, что так. Вот, там много побочных эффектов, которые могут задавить любую хорошую, хорошее намерение. То есть вот эта мимикрия, тогда нас нельзя упрекать, если у нас это в принципе нет и не будет. Нужно поблагодарить те некоммерческие реализации, которые вот как бы вот совместно с бизнесом запускают проекты как-то, как фонды эти. Вот, да, вопрос еще? И у меня вопрос на самом деле про размещение вот этих самых рекламных роликов. Потому что мы можем сколько угодно их делать, они могут быть классными, но никто из СМИ на каких-то там особых условиях не собирается их катать. И, ну так вот, я недавно читала статью, что некоммерческие организации буквально там не традают и боят от того, что они создают ролики. Конечно, в интернете они собирают свое количество просмотров, да, они стараются их продвигать как могут. Но такого охвата как телевидение, ну, пока не дает интернет, да, ну и плюс, если САА смотрит телевизор, да, то нужно там его катать. Решается ли как-то эта проблема там в Карии или в других странах? Знаете ли вы об этом? Что делать? Как жить? Ну, что-то мы знаем об этом. И предлагать партнерские какие-то проекты. «Давайте им там…» Мы с вами говорим, ну, извините, у нас размещение стоит денег. Вот и… Здесь, ну, мне кажется, что… Ну, с одной стороны, мы как раз вот с Натальей в десятом, девятом, десятом году делали обзорное исследование по всем странам мира, ну, до которых мы смогли… Мы и представительство дотянулся, вот, мы делали обзор очень подробный по как раз уровню развития социальной рекламы, госрегулированию, специально вот каким-то там преимуществам и так далее по там нескольким десяткам стран мира. И какой-то специальной вот такой вот прямо вот благости, ее нет. И на данный момент в России ведь установлено, по сути, такое как раз не регулируемое, а доверительное право. То есть, вот, каждая медиа само решает, что размещать и в каком объеме размещать. То есть, это очень важный момент. На данный момент вот сейчас, в России, именно медиарынок является регулятором социальной рекламы. Не даже какое-то специальное законодательство. Ну, потому что в законе очень так красиво, уникально написано, что социальная реклама, опять же, вот, какой-то секунд, там написано, что социальную рекламу, ну, как бы, обязаны размещать рекламу распространителей в пределах 5 процентов. Ни не более, ни не менее, а в пределах. Бесплатно? Нет. Просто обязаны размещать в пределах 5 процентов. Вот эта формулировка, она интересна тем, что, ну, во-первых, там ничего про бесплатно. Просто закон исторически писался, как закон, рекомендирующий платную услугу, рекламу. Поэтому там, как бы, если уж это менять, то надо вообще слишком много это. Вряд ли. В ближайшие, там, десятилетия что-то изменится. А вот в пределах это интересная формулировка. Потому что для юриста СМИ, если он такой вот ответственный юрист, и в СМИ он имеется, он сразу скажет, что социальная реклама ноль. По формулировке самое стабильное, спокойное, гарантированное, правильное выполнение федерального закона ноль социальной рекламы. Точно в пределы попадем. А если вдруг мы там разместим, а кто его будет считать, а кто... Потому что у нас в социальной рекламе еще и государственная реклама понимается, если за год там у этого реклама распространителя набежит еще и какой-нибудь там... Тут министерство попросило, тут обязало, тут еще что-то. Тут мы по договору должны были за установку рекламной конструкции 10-15 процентов отдать муниципалитету. Вдруг это тоже как-то кто-нибудь посчитает и, не дай бог, мы выглядим за 5 процентов. Никто не знает, что за эти 5 процентов таится. Никто туда не ходил. Это очень страшно. Поэтому вот это вот саморегулирование рынка. Силами как бы юристов СМИ. С другой стороны, существует достаточно большое уже число средств массовой информации, медиа, которые, как раз сказали, в пределах не запрещают, мы будем размещать столько, сколько мы сами хотим сами. Это и ведомости, и даже аргументы и факты там частично, и уже собственные медиа, которые, я думаю, можно в полном смысле назвать медиа, как такие дела и так далее. Там 100 процентов социальная фактически реклама. Вот. И это как раз показывает, что в настоящий момент саморегулирующийся медиарынок начинает наполняться все больше и больше и больше как раз социальными мессенджерами, социальными разными форматами, в том числе и форматами вот таких вот готовых рекламных социальных роликов. Если мы посмотрим даже вот там общественное телевидение России, там же очень много вот этих сюжетов, которые не один раз, а по несколько раз проходят в сетке вещания, и каждый из которых, по сути, является таким там двухминутным рекламным социальным роликом. И это хорошо. И это тоже не пять процентов. А вот то, о чем вы говорите, как бы взять и обязать, там, например, или бесплатно, или так. А как? То есть в других странах так же с этим… Саморегулирование медиа. Вот. Основной вот такой вот базовый парадигма – это то, что медиа саморегулируется. – Не обязать, а призвать. – Вот, смотрите, призывы хороши тогда, когда они отвечают целевой аудитории. И вот если что-то действительно соответствует целевой аудитории, то есть когда Первый канал понял, что нужно обеспечивать устойчивое взаимодействие интерактивное с аудиторией Первого канала именно, тут же сразу ведь они сами стали искать, с кем нам сделать эти социальные проекты, обеспечивающие взаимодействие на уровне именно социальной повестки. Не политической повестки, не развлекательной повестки, а социальной повестки. Потому что она самая устойчивая, она лучше всего и дольше всего вот обеспечивает вот такую вот привязанность, связь человека и медиа, человека и бренда. И поэтому и появились у нас теперь, ну, я не знаю, как сейчас, но вот вроде бы на Первом канале Росфонд стабилен и многие другие уже некоммерческие организации тоже стабильно выходят на каналы. Того счастья, которое хотелось бы, чтобы можно было бы на каком-то уровне такого вот понятного прозрачного механизма, сделав ролик и подать его и сказать, я сделал ролик для Москвы, можно на всех московских каналах, а у нас решение проблемы адресовано всем жителям России, можно на всероссийских каналах, хотя бы там, ну, там, второй десятки. Вот такого механизма нет. Но... Ну и последние лет десять в разных сообществах обсуждается. А как бы придумать такое чудо-механизм? Ну вот пока его просто по большому счету именно не придумали. То есть вот его нет не потому, что кто-то нехороший не пускает, а потому что его вот как в механике такой на этом уровне каком-то даже никто не зафиксировал, как это можно сделать. В свое время мы нашли, как нам казалось, такой механизм в Нижнем Новгороде, где-то так с 2005 по, по-моему, 2012 год там существовал проект, ну и сейчас он идет, но как-то уже не так, проект реформа, который прямо вот регулярно, по-моему, раз в квартал некоммерческой организации предоставляли в правительство Нижнего Новгорода и, по-моему, потом области все свои ролики. Собиралось такое, условно, по-нижегородски вечер, где были представители масс-медиа, представители администрации, представители некоммерческой организации. В этом два раза участвовали в этой вечере. Вот. И как эксперты. и все вот так же в зале открыто смотрели ролики, понимали, зачем они, в какой проект встраиваются, какую проблему он на местном уровне решает. Медиа говорили, окей, мы вот этот берем, прямо, как говорите, красиво было там, один гал. Мы берем этот ролик там. Мы этот берем, напеределаем он плохого качества. Мы берем вот это вот и так далее. И это все иногда свисутся им было, и мэры, и губернаторы, и так далее. Это вот такая вот реальная вещь была. Такие вещи возможны на уровне, ну как бы вот, локальной самоорганизации. Но на уровне вот даже Москвы уже невозможны. Поэтому в Москве есть некая комиссия, она переходит, ну как бы, из одного структурного подразделения, которое потом ликвидирует, в другое структурное подразделение, которое еще живет. Ну там типа был комитет по рекламе, а сейчас комитет по информации и так далее. И там внутри есть межведомственная комиссия, которая принимает решение, считать ли то, что вы подали и хотите социальной рекламой, но подать надо только вместе с департаментом, входящим в правительство. Не может просто так, как некоммерческая организация прийти и подать. Нужно в паре подать? Нет? Уже можно по своим поприносить? Департамент СМИ я понесу. Сами? Я уже носила. Носила, сами. Без партнера, у вас партнер должен быть. Значит, у вас будет. Да, вам нужно подтверждение. Я буду просто просвещать. Да, но нужно подтверждение, письмо поддержки от какого-то там, не по крайней мере, соцполитики или там еще чего-то. Стравоохранение. Да, или здравоохранение, вот. То есть нужен партнер внутри как бы правительства, которое берет на себя в этом смысле ответственный, что вы молодец. А дальше, это такой закрытый ящик. Механизм принятия решений не прозрачен. Он никогда там не был прозрачен, он и остается непрозрачным. Там люди меняются, структуры вот меняются. А механизм остается черным ящиком. И поэтому никто никогда не узнает, почему это стало социальным вам, почему не стало, или сколько вам дадут, дадут ли вам то, что вы запросили, прям рассчитав, или не дадут, и так далее, да. Поэтому этого пока нет. Но нет в том числе и потому, что вот механизма, который вот был понятным, а как его вот как бы внедрить в структуру, которая сейчас действует, этого тоже нет. Вот. Поэтому это такая длинная история, скорее для какого-нибудь такого аналитического семинара, с участием в том числе и людей, заинтересованных там вот на разном уровне там... и закрыть человечество. Кто не вышел? Может, да, и еще дымоход прочистить, чтобы дым выпускать. Да. Вот. У меня как-то более, наверное, оптимистичный взгляд. Мне кажется, что как раз в нашей стране возможности больше даже, чем во многих других странах, в том числе благодаря тому, что в законодательстве это как минимум не запрещено, как, например, в Корее, но вообще нет шансов попасть на телевидение бесплатно, если это реклама с упоминанием названий некоммерческой организации. И был очень активный период, когда тема вот взаимодействия НКО и СМИ очень активно обсуждалась, были масса круглых столов. Было это, наверное, как раз в году в 2000, когда поправка вот как раз в 50-11, да. И я на ряде таких встреч присутствовала, ряда стенограмм читала, на тех которых не была. Вы знаете, очень так, было очень, как сказать, оптимистичная была очень дискуссия со стороны СМИ, как раз представители СМИ выражали готовность размещать, говорили, да нам просто никто ничего не приносит, а кто приносит до такого качества, что нам просто нужно снимать самим, видимо, сначала, потому что мы это не можем поставить в эфир. То есть, в общем-то, как-то вот выражали СМИ готовность к тому, чтобы сотрудничать с некоммерческими организациями. И я думаю, что отчасти эта ситуация может быть объяснена феноменом выученной беспомощности. То есть, а что, можно было? То есть, мне кажется, что вот иногда бывает так, что просто, если попробовать, оно получится. И мы просто думаем, что не получится. Я в подтверждение такой гипотезы вспоминаю, мы когда собирали, отбирали ролики на выставку этого года, я посмотрела, что у Лены Тополевой был пост, где она попросила коммерческой организации в комментариях отправить ссылки на ролики, которые они пробовали размещать на телевидении. И было достаточно много ссылок, но каждый раз, когда Лена уточняла, а вы пробовали размещать? И отвечали, что нет. То есть, вот из всех ссылок, которые в итоге к этому посту были размещены, ссылки на ролики, был, наверное, только один комментарий, где некоммерческая организация сказала, что да, вот наш ролик, и мы действительно его пытались разместить на телевидении. А остальные были просто ролики, а вот критерий того, что они пытались этот ролик разместить где-то, вот он не пополнялся, да, то есть, не было попыток. То есть, это с одной стороны, и с другой стороны, ну, отчасти, наверное, ответ на этот вопрос, он уже в первой части нашей встречи прозвучал, что это как раз возможность выхода на охваты сопоставимой с медийными, когда мы создаем мощный информационный повод, о котором сами СМИ начинают писать даже без нашей просьбы об этом. И если мы начинаем мыслить не языком роликов, а языком деятельности и информационного сопровождения этой деятельности, тогда мы начинаем задумываться о том, что помимо того, что наша целевая аудитория смотрит телевизор, она делает, в общем-то, что-то еще. Она ходит в парки, массовые мероприятия и так далее, где мы также можем ее, собственно, найти, охватить и передать то сообщение, которое мы хотим передать. То есть, вот как бы вот смена парадигма, когда мы проектировать, начинаем коммуникации в тот момент, когда мы начинаем проектировать саму деятельность, сам социальный проект и планировать свою деятельность на календарный год, если мы не мыслим рамками проектной деятельности, то вот это тоже отчасти выход, когда мы рассматриваем коммуникацию, не языком снять пять роликов, один ролик и сделать три макета печатной рекламы, а поставить задачу шире, как нам донести то сообщение, которое мы можем донести, которое мы хотим донести, посредством каких каналов.